Традиции деревянного злодчества. Храмы, парковых усадебных комплексов, мы это видим прекрасно в его хороших книжках, которые сейчас переиздали, Баковская старина, тоже трудами Краснобаковского музея, такие прекрасные издания издаются, хорошо иллюстрированы, очень хорошо. И многие храмы утрачены, мы видим, что сам Михаил Алексеевич их запечатлел на картинах, если вы бывали в Варнаевском музее, там его комната была создана, и там представлены как раз картины тех храмов, которые мы сегодня даже с вами не увидим. Может быть даже и фотографии их не сохранились, потому что он их восстанавливал, производил собственную реконструкцию. Если говорить о храмах местных, вот храм Краснобаковского района, известные храмы в селе Ильинском были, до сих пор стоит, осталась вот эта колокольня, но уже вид ее очень печально. Конечно, были бы финансовые возможности провести бы ее консервацию, хотя бы чтобы дальше не разрушалось. В селе Дмитриевском храм, тоже утрачен, был храм очень красивый в селе Носовая, и ряд других памятников, которые Михаил Алексеевич успел уже запечатлеть, успел увидеть некоторые вживую. Вот мы с вами их уже не видим. Деревянная церковь, вот эта вот Дмитриевская. И кроме Михаила Алексеевича, в принципе, никто подробно историю храмов, а тем более деревянных храмов, русских специальных, никто не исследовал. Вот сейчас захотелось этим заняться, но я, к сожалению, не профессионал, поэтому я к вам ко всем обращаюсь, кто особенно имеет отношение к традициям русских деревянных хуторов, это вот как раз то, что у нас на Щелковском хуторе представлено. Просьба такая, помочь, помочь вот в этом исследовании. У меня есть желание большое приехать на Щелковский хутор, и приехать я хочу в Кострому, потом там тоже достаточно серьезно к теме подходят. Вот Костромской Ангиамс, замечательный музей. Вот, тем более здесь эти земли, они как раз относились в Арнаймский уезд Костромской губернии, то есть там наверняка есть какая-то информация, которую мы здесь в Воскресенском районе не обладаем. Вот, если мы говорим о храмах нашего Воскресенского поведущего, то, пожалуйста, тут можно, там у меня были разделы по храмам. А, там развиты? Там их много. А, уже деревянных храмов? Да, деревянных храмов. Давайте посмотрим храмы Троицкой, не будем разбегать от последней. Село Троицкой, там замечательный комплекс есть. Ну, можно прямо пока с вами все просмотреть. В Троицком, наверное, были всех. Кто не был в Троицком, есть такие? Наверное, все были. В село Троицкой. Не были? А, вы здесь находите, да? Кажется, не вам? Мне очень интересно. Тогда я долго про Троицкой не буду говорить. Это действительно храмовый комплекс. И вот хотел бы обратиться к Вышел, как раз, Евгений Валентинович. Но у меня к нему было предложение. Там бы нужно провести по возможности раскопки. Потому что там действительно было городище еще 14 века. И почему бы нам не провести раскопки там? Установить, что это за городище было? Это было уже доказано, что это русское поселение. Но как-то поподробнее бы его исследовать. Комплекс чем уникален, что мы здесь видим традиции северного дольщика. У нас может быть единственный храм на Нижегородской земле, где четко проследуются традиции, вот так называемый северный тройник. То есть храм летний, центральный храм самый главный, в плане как корабль. И рядом стоит колокольня, которая стояла отдельно от него. Колокольня была соединена с храмом впоследствии. И построен третий объект. Это теплый храм через Осинные Савватии. Вот этот храм через Осинные Савватии. Для чего строилась вот эта переходная часть, вот трапеза, для чего объединялись колокольни? У меня такое предположение, вот изучая храмы Севера, изучая храмы Павлонижья, Карелия. Мысль такая, что там проводились суземы, как называемые. Там проходили земские собрания. И вот для собраний как раз нужно было такое общественное помещение. То есть храм выполнял еще роль, как можно сказать сейчас, в следующее время, какого-то клуба, дома советов, где люди собирались, свои дела обсуждали. Это был центр общественной жизни. Еще хотелось бы исследовать роль храмов и монастырей в деле освоения Павлонижья. То есть насколько храмы участвовали в просвещении, в частности, марицев, которые здесь проживали. А мы знаем, что Троицко-Варнальский монастырь, Варнаина, был действительно центром просвещения. Начиная еще с времен Варнау и Турского, велось просвещение населявших территорию Турского народа, в первую очередь, в марицев. В частности, я думаю, можно исследовать вопрос о том, что, возможно, там и создавалась письменная культура марицев, начиная с Варнаина, начиная с этого периода. Не знаю, я в этом не специалист, но с Николаем Владимировичем Морофимом, у меня этот вопрос тоже будем исследовать. И, касаясь Троица, вот Евгений Владимирович подошел, вы, наверное, знаете, что там было городище. Есть какая-то возможность его исследовать? Дело в том, что это не городище, оно могло быть городищем, просто вал, скорее всего, уничтожился при строительстве Троицкой церкви. На самом деле, это мысль исследовался сначала Никитин Татьяна Богичевна, потом мы делали шурфовку. Это поселение в эпохе раннего Железного века, ананитская культура, это где-то 5-4 век до нашей эры. А более позднее, там кто-то говорил, что даже 13-14 век, нет русских поселений. Нет, на этом мысу русскому поселения точно нет, то есть там два слоя, живешный и, соответственно, слой строительства церкви. Скорее всего, русское поселение есть в самом Троицком, но, условно говоря, на огородах, которые слева от этого Троицкого мыса. Но там, как бы, исследование сложно проводить, потому что все застроено. Поэтому в отношении русского селища в Троицком, к сожалению, нет, ничего не зафиксировано, кроме какой-то невнятной подъемки. Ну и Бабья гора, которые тоже, как бы, были какие-то большие планы. К сожалению, на Бабьей горе поселение или сползло, условно говоря, уже в пойму, или действительно его там не было, или это просто мыс-укрытие для... Подходной пункт. Да, в разные времена. И в Боржеве, и в Средневековье могло быть мысом-укрытие, но жилищных слоев там тоже таких мощных даже не обнаружено. То есть, если везти или чего раскопка в Троицком, чтобы найти русское городище, пока как бы... Нет, на этом мысу... Нет, но у нас шорт был, как бы он уже все... Ну, не на мысу, вот, как говорится, там все на огороде получается. Да, да. Если был Средневековье, то оно ушло в благородные слои. Такого чистого памятника русскому Средневековью, как Варнавене, тут точно не будет найдено. Ну, я тогда еще раз обращаюсь с коллегами, что просьба помочь, если есть какая-то информация по деревянным храмам нашего повитужья, не только Троицкое, вот, может быть, здесь, как-то, Скоро-Снабаковский район, Варнавенский район, что-то есть, может быть, фотографии, очень часто нет фотографий, а они, допустим, в семейном архиве еще где-то могут даже на стене музея как будто висеть. Вот, поэтому сейчас задача объехать себе местные музеи, библиотеки, где-то в альбомчик, библиотеки очень часто любят альбомчики составлять. Вот, все, что найду, уже находятся такие следы, я буду вкладывать, и получится такая небольшая работа по деревянному храму повитую. Только дерево, конечно, не распыляться. Вот, и исследую я как раз вот традиции северного злодчества, то, что сюда привнесли, выходцы, вполне возможно, с Великого Новгорода, уже сейчас проследуется, линия прослеживается, и с Великого Кунсуга. Заселение шло оттуда. Тогда не буду дольше задерживаться. Дадим слово, наверное, Марии. Нет, Марии уже после обеда, я думаю, у нас три доклада после обеда. Давайте вопросы, какие-то, если есть. Возникли? Скажите, пожалуйста, у нас такой вопрос возник. Ну, вот эти храмы, они же закрывались, да? В Троиске закрывался буквально несколько лет. Ну, вот годы Великой Отечественной войны. Главный вопрос. А вот что делали с иконами, которые... Если закрывали так мирно, что ничего не снималось, никак не сквозь так и оставалось. Если с какими-то, значит, шел слух завтра храм закрывает икону в возе, там еще что-то народ старался по-другому разобрать. Ну, просто вот со стороны традиции в этом году столкнулись в большом поле захоронения икон. Да, в Большом Пуле я хотел бы их очень найти, но там мало чего осталось, наверное. Ну, конечно. Я про это слышу. Это не традиции, просто торопились ухреть, спрятать, думали, ну, как бы, ненадолго и все. Нет, они не так это осмысляют. Они их хоронили как буквально людей, как людей. То есть они говорят, что там был крест, и столик, и сверху ставили, да, крест, и рядом столик, чтобы было вместе почитание. Из этой же оперы, где накладываются какие-то даже неязычные, непонятные традиции. То есть это не христианская традиция? Я не слышал, нет, слышал про такие вещи, но православие, по-моему, не имеет. Почему икону хранить на ней, надо перед ней молиться. Ну, а вообще, что вот сухонные делают, когда она, ну, как бы, совсем... Что правильно делать? Что правильно делать? Если нету исторической какой-то ценности, как бы, ну, проще всего, наверное, сжечь. Если совсем все утрачено. Но вот часто вот бывает, что, да, вроде сжигают, а вдруг это шедевр. Я убываюсь, у меня с вами есть некоторые иконы. И вот, не знаю, специалистам-реставраторам, у нас в таком уровне нет реставраторов, чтобы полутрачен. А бывает второй слой, то есть первый слой слезает, и по ним открывается совершенно более древнее письмо, и вот... Ну, мы про обычные иконы даже говорим, просто просто... Обычные, ну, желательно, ну, вот все в храм, внести в храмную печку в самое лучшее время, чтобы от пепла потом убрать, и кто же в непопираемое место. Или в проточную воду, или там где-нибудь... И вот еще, ну, это тоже к югу больше относится, там были иконы, иконы печатные, иконы фотографические, они их почитали, как самые настоящие иконы. А были еще, вот, недавно, передали мне, допустим, ну, видели, наверное, на стекле очень часто, Вера, Надежда, Любовь, понимаете, Софья, три девицы такие, нарисованы в манере такой примитивизма. Вот это икона, или это что? Она в киотке, как положено, то есть вот стоит. Ну, уже иконы, если на сколько поколений людей на это появилось? Она в такой манере, ну, там рисуют на стеклах такие сюжеты. Это сразу иконы считаются? Это тоже интересные исторические события. У нас есть пять минут еще, а мы закончим. А, наверное, сейчас заканчиваем. Это тоже считается иконой? Это действительно достояние и духовного плата, и культурно-исторического, потому что перед ними, вот в те времена, когда невозможно будет купить нормальный код, речь идет, наверное, 30-50 годов. Да, да, да. Там они Сталина поздавали. Да, и в 900 годов. Так что это все. Мне кажется, эта ценность тоже представляет. Я просто хотел сказать, что у нас...